Выбор будущей профессии – дело важное и непростое. Хорошо, когда еще в процессе школьного обучения можно познакомиться с азами различных сфер деятельности. На днях учащиеся 10-го класса Видновской школы номер один побывали на дне открытых дверей в управлении МВД России по Ленинскому району и получили представление о работе сотрудников органов внутренних дел. Была очень интересная лекция, было очень интересно узнать о сотрудниках правоохранительных органов, о их работе. Действительно было интересно узнать еще о университете самом, что есть такое университете, в котором можно поступить, можно узнать экзамен туда. Внимание ребят было обращено на необходимость обучения в вузах МВД для дальнейшей работы в органах внутренних дел. Школьников познакомили с правилами поступления в ведомственные учебные заведения. Своим опытом об интересном периоде обучения и успехами в службе поделились бывшие выпускники учебных заведений, а ныне действующие сотрудники управления. Учиться там, на нашем пункте, в принципе, юридическое образование, юридическое пункт, только уголовно-право и направленность. То есть больше изучаете не гражданское право, а именно уголовное, но он процесс. Много будет специальных дисциплин, которые не учат на гражданских вузах, то есть непосредственно расследование определенных видов преступлений. И, допустим, как это расследование незаконно оборотов наркотиков, оружия против личности, преступлений против собственности. Перед старшеклассниками выступили сотрудники отдела дознания, следователь, старший оперуполномоченный отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектор по вооружению. Каждый рассказал о специфике работы в своей области и ответил на вопросы гостей. «Автомат АКС-74У. Что это значит в буковке? АКК – это, соответственно, автомат Калашникова. С – то, что он является складным. У – то, что укороченный. Кто видел армейский вариант данного автомата, конечно, найдет много отличий». «Снимают отпечатки. Самая, наверное, интересная часть вот эта. И когда рассказывали про оружие, было интересно, вообще полезно». Особый интерес у школьников вызвало выступление начальника экспертно-криминалистического отдела, который не только рассказал, но и наглядно представил учащимся одно из направлений своей работы. «Мне больше всего понравилось про экспертов. Очень понравилось, как это все делается, сама технология. Рутина работы, конечно, тоже довольно интересно. Заполнять бумаги, интересоваться, составлять там преступлений. Но я бы, если бы пошла учиться, я бы пошла именно на эксперта-криминалиста». Старшеклассники остались довольны посещением лекции. И, возможно, некоторые из них даже сделали выбор в пользу профессии сотрудника органов внутренних дел. Лариса Вольнова и я, Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.